Дорогие мои, всех поздравляю с этой души с замечательным русским праздником, масленица. А особенно хочу поздравить всю нашу редакцию замечательного журнала StarHit, а особенно главного редактора Андрея Малахова. И всех вас, дорогие мои, я приглашаю к себе на масленицу. Сегодня будем делать с вами замечательные блины со вкусными начинками и от всей души. Для блинов нам понадобится два яйца, мука, молоко, соль и кастрюльку. Разбиваем, два яичка. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо, не за красивое спасибо услышавшего тебя рядом. Вот под музычку так взбиваем, все добавляем. Немножечко просеянной муки. И главное, чтобы была густота сметаны. Помним, да, как бабушка делала блины? Главное, чтобы без комочков. Я все делаю вилочкой, вилочкой, аккуратно, вилочкой, вилочкой, девочкой, вилочкой. Ну, кому есть не жалко, мы сейчас экономим уже. Можно и перемешать. Не забудьте помыслить, человек. А ты с какой начинкой любишь? Ой, сегодня я сделаю вам блины со своей самой любимой начинкой. Я очень люблю грибы, люблю курицу. То есть, знаете, такой жульен, запеченный в блинах. Очень необычная начинка, я придумываю ее сам. Всем очень нравится, попробуйте вы. И будут, конечно, сладкие блины, потому что у всех у нас, в отличие от меня, дети, у вас у всех дети, но я всегда радую ребятишек, потому что очень люблю детей. И будут сладкие блинчики у нас тоже. И всегда добавляйте растительного масла. Все спорят, добавлять, не добавлять. Я говорю, добавлять. Блины меньше пригорают. Ложечку, ложечку растительного масла. Ну что, тесто замесили? Кто добавляет щепотку соды еще, кто как. Кто как по разрыхлитр добавляет, не знаю. Я не добавляю. Чтобы блин не был коммус, но главное, очень хорошо накалить сковородку, раскалить сковородку. Если есть кусочек у вас сала, то, знаете, бабушка делает всегда, протирала сковородку салом. Ну, я кусочек сливочного масла достал, но в холоднике нет сала, к сожалению. У меня специально блинная сковородочка. Видите, какая аккуратная. Можно использовать любую сковородку, только не чугунную. На чугунные блины не получаются. Наши ноу-хау. Никакого черпака для блинов мы не будем использовать, а используем простую емкость в изобранье чая. Вот с таким вот удобным носиком для выливания. Наливаем нашу массу блинную. Чайничек в этот. И очень аккуратно отсюда будем делать наши блинчики. Вперед, на кухню. Первый блин, как всегда, комом. Даже не расстраивайтесь по этому поводу. Толстое, сильно толстое тесто сделаю. Мне показалось, что наше тесто немножечко густовато, немножко можно добавить молочка. Маленькие комочки, как раз, у нас растворятся сейчас. Так, первый блинчик, как вы видели, не комом, совсем не комом. Просто толстоват, как я. Толстоват. Кусочко масла промазываем в наши блинчики. Толстоватся. Хотел фокус, я не получился. Фокус не получился. Ну, провязываем все. Вот так получилось. Видите, за счет того, что мы добавили до оливкового масла или растительного масла, мы больше не можем наши сковороды. Даже кусочек сала нам не пригодился. Ну и сковородку, например. Вот так. Приятного аппетита! Итак, рассказываю. Наша начинка состоит из шампиньонов, курятины, можно индейку, репчатый лук, морковка, можно немножко маслины, все что угодно. Все, что там не нашли, все туда. Все это тушим. Все это тушим. Сначала тушим грибочки с морковочкой и потом добавляем отварную, заранее туда курятину, мелко рубленную. Все перемешиваем, еще немножечко тушим на небольшом огне и снимаем с огня, охлаждаем для начинки, чтобы горячими руками ничего не возьмем. Все остывшие уже, а потом все это еще поспечем на сковородочке. И понадобится еще чертый пармезан. Для несладких блинов нам понадобится сыр пармезан. Первый блин главному редактору. Андрюшенька, кладут запекаться для тебя. А теперь мы кладем еще меньше начинки, потому что мы добавляем все в сыр пармезан. Прямо щепоточку. Вы знаете, какая вкуснятина будет, когда все это запечется внутри. Это мое ноу-хау. И это для Наташи Ракийской, для моффиар-директора. Итак, наши блинчики готовы к запеканию. Немножко маслицы добавляем на сковородочку. Можно заранее смотреть. Никогда ничего не забываю. И покажу, как делал складки и блинчики для шлифов. Для чего мы запекаем наши блинчики? Чтобы наши конвертики закрылись. То есть, немножко поджарились, и вот эти краешки у нас золотились. Буквально чуть-чуть. Сейчас маслицы раступятся. Совсем немножко мы дали им запечься, чтобы конвертики наши закрылись. И вот они у нас очень удачно закрылись. Выкладываем их на наше блюдо. И несем нашим любимым, дорогим гостям. Не забудьте выглядели при этом. Ну, а нашим деткам я предложу очень простой для вас вариант. К сожалению, не нашлось в холодильнике сегодня творогу, который мы хотели начинить наши блинчики для бетишек. Можно сделать очень просто. Дети очень любят вечно ковыряться, что-то макать, в чем-то друг друга мазать. Ничего страшного. Я предлагаю вам взять просто сметанку, не очень жирную, ну, желательно, конечно, деревенскую. Замечательное варенье, которое принесла наша Анечка, наш главный редактор. Какое у тебя варенье, Анечка? Я сама варила. Сама варила, скрываю варенье. Вот так открывают варенье. Серединки нужно ударить. Анечка умеет накатывать банки, хочу сказать. Бабушка, я как-то скрывала, представляю, локтем вот этот лист, и так 800 штук на 200 ресторан, на весь вареньский логин. Там локоточек такой, что Анечка, вы как закатали банку? Вы знали, куда я делаю? Вы еще не понимаете, здесь хилый мужчина живет. Вот сижу и думаю, вот сейчас столько всего, иногда шоколадные пасты всякие. Я даже сейчас в Италии, знаете, купил какую? Бальзамик шоколадный, представляете, до чего задумывались? Бальзамический соус шоколадный. Покажу, у меня есть. А раньше как было? Сметанку, сахарочку, бабушка взобьет это все, и макаешь блинчики, и вкусно. А что только нет у наших детей? Дети, цените, что у вас сейчас столько всего дорогого. Вон, мои родные, ну что, немножечко ложечку сливового варенья. Ой, как красиво. Ложечку сливового варенья, нашу сметанку. Очень все просто. Даже не перемешивайте, вот так вот сделайте, а детки сами все, чтобы было красиво. Вот так вот можно, чуть-чуть раз, вот так, как мороженое, да? И все, вы знаете, приятного аппетита. Треугольничком сложим наши замечательные блинчики. Пилоточкой вот так вот. И вот так вот омакаем, мои хорошие, и приятного аппетита. Ой, мама, сейчас спою. Не могу. Хорошо так? Чайку бы. Ну да, до свидания. Увидимся после Масленица. Пока. После долгих ночей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...